Если вы были интересными, не казались вам многие животные, не стоит расслабляться, находясь рядом с ними. Морской лев может утащить под воду, бегемот может устроить скоростную погоню, а на самой обычной городской улице может поджидать грозный питбуль. Что именно может произойти, когда человек и животное встречаются друг с другом, вы узнаете совсем скоро. В этом выпуске вы увидите подборку самых необычных и пугающих моментов с животными, в которые бы никто не поверил, если бы их не засняли на камеру. Не злите горилл. Нет способа лучше понять животных, чем оказаться в их естественной среде обитания. В этом горном заповеднике журналисты могут снимать горилл с расстояния вытянутой руки в буквальном смысле. Однако этот оператор явно не выглядит счастливым. Ему приходится сидеть неподвижно, чтобы не спровоцировать семейство приматов на нападение. Один только вожак этой небольшой стаи в 10 раз сильнее взрослого человека. Ситуация осложняется тем, что гориллам очень понравилось местечко рядом с оператором, и в ближайшее время они явно не собираются никуда перемещаться. Интересно, насколько длинный документальный фильм успеет снять этот бедняга? А вот видео из зоопарка. В отражении на стекле видно, как маленькая посетительница передразнивает поведение грозных обезьян. Кричит и бьет себя кулаком в грудь. Местному вожаку это явно не нравится. Огромный самец разбегается и бросается на ограду, мгновенно раскалывая первый из трех слоев бронированного стекла. Что ж, хороший урок для девочки. Не стоит дразнить того, кто в десятки раз больше и крупнее. Даже если он за стеклом. Интересно узнать, чем закончилась история с оператором? Вот он, продолжает сидеть на месте. Ему повезло, довольно быстро семейству горилл наскучило разглядывать чужака, и они решили перебраться на новое место. Мужчина явно хорошо знаком с психологией приматов. Опустил голову, когда мимо него проходил вожак стаи. Мало кто знает, что в большинстве случаев самцов провоцирует на агрессию именно смелый зрительный контакт со стороны человека. На перегонки с тигром. Наверняка многие из моих зрителей живут в условиях средней полосы, где бояться следует разве что собак. Но совсем иначе ситуация выглядит в Индии. Представьте, что в погожий день вы с другом решили прокатиться на скутере, но внезапно на перерез вам из леса бросается гигантский полосатый хищник. Героям этого видео очень повезло. Водитель не запаниковал и смог продолжить движение прямо, плавно увеличивая скорость. Да и тигр быстро потерял интерес к слишком быстрой и шумной добыче. Впрочем, останавливаться и проверять, ушел ли он, парни не стали. И правильно. Дрессировщик слонов. Некоторые люди просто обожают рисковать жизнью, заигрывая с огромными и опасными животными. Это видео – яркий пример такого спорного развлечения. На мужчину во весь упор бежит разъяренный слон, но тот и не думает отступать. Трудно поверить, но уверенность в себе и небольшая палка – это все, что потребовалось, чтобы заставить слона передумать. В момент, когда кажется, что мужчина уже ничего не спасет, животное останавливается, а потом медленно начинает пятиться назад. Питбуль атакует Есть ли среди домашних животных более противоречивый зверь, чем питбуль? Эта порода может быть доброй и заботливой со своими хозяевами, но смертельно опасной для чужаков. Особенно бегущих чужаков. Этот мужчина проверил это на собственной шкуре. Солнечным утром он отправился на пробежку по одной из улиц Чикаго. В тот же час на этой улице хозяйка решила выгулить здоровенного питбуля. Пес рвался в сторону бегуна с такой силой, что хозяйка не смогла удержать поводок. И тут начался настоящий хаос. Бегун вовремя заметил, что питбуль вышел из-под контроля и попытался защититься. В самый страшный момент мужчина оказывается заслонен от камеры забором, и мы не видим, насколько серьезные повреждения он получил в первые секунды нападения. Что можно сказать точно, только благодаря своей смекалке ему удалось легко отделаться. Не дожидаясь, пока разъяренный пес вновь вырвется из рук хозяйки, бегун залез на кованую ограду и уселся на ней верхом. По другую сторону забора он оказался в безопасности, а хозяйка поспешила увезти своего обезумевшего питомца. Территория бегемотов Если и есть на нашей планете животное, с которым человеку точно не стоит ссориться, то это бегемот. Если не считать малярийных комаров, то бегемоты занимают первое место в рейтинге самых смертоносных животных Африки. Сами по себе эти животные не выглядят агрессивно, однако они очень ревностно относятся к охране своих территорий. Если бегемоту покажется, что кто-то пришел отвоевывать его владение, он превратится в настоящего берсерка. Эта туристическая группа, устроившая заплыв по одной из кенийских рек, явно не рассчитывала отнимать территории, однако бегемот в это не поверил. Посмотрите, с какой скоростью он преследует лодку. Страшно подумать, что бы случилось, если бы он смог догнать ее. Едва ли факты о том, что бегемоты и слоны опасны для человека животные, можно назвать удивительными. Куда интереснее то, что иногда смертельную опасность стоят в себе милые и дружелюбные на вид звери, которых просто обожают туристы. Смотрите дальше, и очень скоро вы поймете, о ком идет речь, а также увидите другие пугающие моменты с животными, в которые сложно поверить. Милый морской лев Это видео, сделанное на побережье Британской Колумбии, всего за несколько дней успело стать вирусным в сети. Большое семейство, отправившееся на прогулку в местный порт, заметило в воде морского льва. Очаровательный, не правда ли? Вот и туристы на набережной даже не подумали о потенциальной опасности. Морской лев не боялся людей, подплыл совсем близко, и этого людям показалось достаточно, чтобы довериться дикому животному. Они даже допустили к воде ребенка. Внезапно животное прямо у всех на глазах мгновенно затащило ребенка под воду. От несчастного случая семью спасла только моментальная реакция очевидцев. Один из них тут же бросился на помощь, и ему удалось достать ребенка. К счастью, инцидент обошелся без травм, но, надеюсь, этот ролик заставит людей задуматься о том, насколько опасно вступать в прямой контакт с дикими хищниками, а особенно подпускать их близко к детям. Куртка для панды Похоже, бояться стоит вообще всех животных, но с пандами-то все должно быть в порядке, правда же? Нет, не стоит забывать о том, что эти медведи не менее сильны и опасны, чем их сводные братья, бурые или белые. Этот номинант на премию Дарвина не придумал ничего лучше, как сесть и прислониться спиной прямо к прутьям клетки. Ничего удивительного, что панда заинтересовалась таким наглецом. Впрочем, панда – животное по большей части травоядное, так что атаку можно считать актом устрашения. Или же зверю просто очень понравилась джинсовая куртка бедолаги. Так или иначе, чтобы отвоевать смельчака у медведя, понадобились совместные усилия нескольких взрослых мужчин. Все еще считаете пант самыми милыми животными на свете? Впечатляющий плевок Что-нибудь слышали о способностях лам очень метко плеваться? Наверняка многие из вас об этом слышали, но только единицы видели лам в деле. Самая опасная птица Это кадры специально для тех, кто считает птиц самыми милыми и безобидными обитателями планеты. Знакомьтесь, это казуары. Водятся они в Новой Гвинеи, размерами лишь незначительно уступают эму и страусам, а вот по части агрессии намного превосходят все родственные виды. Ростом казуары могут достигать 180 сантиметров, а масса их тела может достигать 60 килограммов. При этом самка вырастает крупнее самца и имеет более яркое оперение. Некоторым людям казуар не кажется таким уж опасным. Эта девушка вообще не боится, а наоборот, она в восторге от того, что у нее получаются такие редкие кадры. А зря. В некоторые заповедники, где обитают казуары, даже запретили вход из-за частых нападений на людей. Неудивительно, что казуаров считают самой опасной птицей в мире. Данные основаны на чистоте и тяжести увечий, причиненных людям. Кто приходит вам на ум, когда говорят о самом опасном животном Африки? Мы уже выяснили, что в воде и на берегах одним из самых опасных противников является бегемот. А вот на равнинах достойную конкуренцию им могут составить носороги. Ученые считают, что уровень агрессии у носорогов намного ниже, чем у слонов или бегемотов, но это не значит, что этих гигантов можно записать в дружелюбные соседи. Этот носорог явно недоволен тем, что сафари-мобиль с туристами вторгся на его территорию. К счастью, зверь решил не нападать на людей, а только сделал несколько ложных выпадов. Большинство грамотно подготовленных сафари-мобилей вполне способно уехать от любой погони, но рисковать жизнями туристов не хочет ни один гид. Однако иногда такие погони неизбежны. Недавно в соцсетях появилось видео, на котором разъяренный носорог около полукилометра преследовал открытый джип с туристами в ЮАР. Носорог, который может развивать скорость до 50-55 км в час, заметил туристический джип и преследовал его почти две минуты. Все это время пассажиры находились в состоянии шока, опасаясь, что разъяренное животное сможет опрокинуть их машину. Не менее опасным приключением обернулась для группы туристов прогулка по сафари-парку в мексиканском штате Пуэбло. На внедорожник с посетителями напал носорог, момент атаки попал на видео. На кадрах видно, как животное упрямо пытается перевернуть автомобиль, поддевая его рогом. Спустя некоторое время, не без помощи местных сотрудников, водитель все же сумел отъехать от обидчика. Никто не пострадал, а агрессивное поведение обитателя парка специалисты объяснили тем, что неподалеку от места происшествия находилась самка, и носорог мог приревновать ее к непрошенным гостям. Что ж, а на этом все. А какого животного больше всего бояться в вашем месте проживания? Расскажите о нем в комментариях под видео. Спасибо вам большое за просмотр!